Аэродромная полоса, трасса до Казахстана. О чем еще губернатор региона Виктор Томенко попросил президента страны. Подробности онлайн-встречи. В МЧС предупреждают о пожарах и паводках в Алтайском крае. Когда ждать ЧС? В Госдуме разрабатывают законопроект о выплатах за продолжительный брак. Как к новости отнеслись барнаульцы? В России ожидают ухудшения пожарной обстановки в 15 регионах. Среди них есть и наш регион. Об этом сообщает в МЧС. Также под угрозой Красноярский край Новосибирска Омской области. По информации синоптиков, в Алтайском крае с сегодняшнего дня по 5 мая на большей части региона сохранится высокая пожароопасность. Четвертый класс. С приходом теплой погоды в крае уже возникло больше 10 природных пожаров. Напомним, 27 апреля на всей территории региона ввели особый противопожарный режим. В это время особо опасно поджигать сухую траву, бросать непотушенные сигареты. Добавим, что в мае спасатели ожидают только усиление огненной стихии. Но и это еще не все. В МЧС заявили, что в мае начинает формироваться вторая волна паводка. Развитие второй волны весеннего половодия в бассейне Верхней Аби будет целиком зависеть от температурных показателей и количества выпавших осадков в горах и предгорях Алтая. И к другой теме. Помочь отремонтировать трассу до Казахстана попросил губернатор региона Виктор Томенко, президент России Владимира Путина. Онлайн-общение состоялось накануне. Только одна треть от дороги, длина которой 400 километров, сейчас в нормальном состоянии, сообщил Томенко президенту. Интенсивность движения до 5000 машин в сутки. При этом в плановом режиме федеральные средства на нее не запланированы. Если можно, Владимир Владимирович, я бы хотел обратиться с просьбой дать поручение правительству Российской Федерации включить федеральную адресную инвестиционную программу, эту дорогу. Там у нас на ней еще 47 километров щебеночного покрытия. Губернатор рассказал президенту и о строительстве нового терминала в Барнаульском аэропорту, который позволит принимать гораздо больше туристов, чем раньше. Число пассажиров уже приближается к отметке в 700 тысяч человек. Терминал строится на средства инвесторов, но деньги требуются и на другие цели. Какая инфраструктура вам нужна? Полоса нужна новая? Да, полоса нужна. Аэродромная полоса. Да, понятно. Хорошо. Полоса и вспомогательное оборудование. Поддержку от федерального правительства Виктор Томенко попросил еще на пару теперь уже социальных объектов. На строительство школы на 1100 человек в индустриальном районе Барнаула и офтальмологической поликлиники со стационаром и несколькими операционными. Объект обойдется в 950 миллионов рублей. Губернатор просил включить объекты в адресную инвестиционную программу. В свою очередь президент просил обратить внимание на увеличение числа социально значимых заболеваний в крае и в связи с этим на решение проблем работников здравоохранения в регионе. Политики и политологи, обсуждая онлайн-встречу президента страны и губернатора края, отмечают, что Владимир Путин фактически поддержал работу Виктора Томенко на своем посту за последние пять лет. При этом Виктор Петрович еще и задал тренды на будущее. Он озвучил президенту те проекты, по которым край собирается развиваться. Это действительно те точки роста в крае, которые нам необходимы. То, что назвали зерновым коридором, по сути, простая дорога на Китай через Монголию действительно позволит настолько сократить издержки перевозок зерна и продуктов зернопереработки, что это даст огромный импульс дальнейшего развития и переработки в крае сельскому хозяйству. Те темпы роста промышленности, которые показали в условиях импортозамещения, позволяют надеяться на то, что у края есть еще очень много возможностей восстанавливать, создавать новое производство. Это некая точка роста. То, что Томенко обозначил, развитие дорожной сети. У нас действительно самое большое количество муниципалитетов, соответственно, самая большая дорожная сеть. И от той логистики, которая будет, в том числе, зависит экономика. Ну и при этом понятны те социальные вопросы, которые были озвучены и с медицины, и с тем, что 70% бюджета, в принципе, на социальные сферы расходуется. Это вот действительно те проекты, с которыми Виктор Петрович сейчас и пойдет во время избирательной кампании, которые лягут в основе сначала его программы, а потом и программы дальнейшего развития Алтайского края. Появились подробности истории с барнаульцем, которому сломали руку сотрудники ГИБДД. Следователи вынесли решение об отказе в возбуждении уголовного дела, несмотря на то, что ранее мужчина был уверен в том, что сотрудники вышли за пределы своих полномочий. 4 марта на улице энтузиастов произошла авария. Барнаулец Дмитрий Мазалов и его супруга выехали из дома и почти сразу попали в небольшое ДТП. Мужчина утверждает, что за рулем была его жена и неприятная ситуация должна была разрешиться мирным путем. Со вторым участником нам удалось решить проблему по европротоколу. На тот момент осталось договориться по нанесению ущерба по сумме. В это время подъехали сотрудники ДПС, которые, как они утверждают, двигались мимо. Супруга побежала за деньгами. Тут-то и произошло взаимное недопонимание. В Главном управлении МВД по краю прокомментировали ситуацию. Когда на место аварии подъехал экипаж ГИБДД, Дмитрий начал оказывать сопротивление, в результате которого ему сломали руку. Когда сотрудники подъехали на место происшествия, выяснилось, что водитель одной из двух машин, попавших в ДТП, находился с видимыми признаками алкогольного опьянения. Есть свидетельские показания, которые показывают, что за рулем находился именно этот гражданин. При задержании он оказал активное сопротивление. Сотрудники были вынуждены применить физическую силу. В итоге 14 апреля суд вынес решение о неповиновении сотрудникам полиции. Дмитрия оштрафовали на 2000 рублей. Кроме того, в его крови действительно обнаружили алкоголь. Поэтому на данный момент на рассмотрении суда находится еще один протокол по статье «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения». Необходимо отметить также то, что по данным ГИБДД, с января 2022 года по настоящее время данный гражданин 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Адвокат Дмитрия считает, что даже если мужчина что-то нарушил, это не дает право сотрудникам ГИБДД ломать ему руку. Впереди у мужчины серьезная реабилитация. Ранее адвокат утверждал, что будут отстаивать свои права до конца. На сегодняшний день вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Елена Кузовкина, Александр Антропов. День с толком. Новый культурно-досуговый центр планируют построить на месте устаревшего здания на Новосиликатном. Об этом в ходе выездного совещания заявил глава города Вячеслав Франк. Тему продолжит Мария Мацаева. В апреле этого года в помещении зрительного зала Центра культуры и досуга «Индустриальный» частично обрушилась обшивка потолка. Причина – значительный физический износ здания. А проведение капремонта в нем нецелесообразно, заключила экспертная комиссия. Вячеслав Франк объявил, что непригодное здание нужно сносить и строить новое. В общем, земельный участок неплохой, порядка двух гектаров. И там бы, наверное, можно было построить ДК. Но если уж строить, хотелось бы строить все-таки современное уже здание, наполнять его современным оборудованием. Будем думать, будем искать деньги. То, что ДК здесь необходимо построить, это однозначно. Центр организует досуг для населения микрорайона Новосиликатный и близлежащих населенных пунктов. Его вокальные, хореографические, театральные, спортивные коллективы посещают около 300 детей и взрослых. В нашем небольшом клубе проходили мероприятия и календарного плана, и большие тематические. Мы взаимодействовали со школами, проводили и отчеты глав администраций, и собрания ТОСов, и различные мероприятия. То есть, конечно, востребованность большая. Сейчас часть творческих коллективов временно перевели в клуб в поселке Лесной. Для остальных девяти, где занимаются около 130 человек, арендовали помещение в здании частного центра развития. Все пока, в принципе, без сильных возмущений. Народ понимает эту ситуацию, терпеливо ждет решения города, ну и надеется, конечно, на лучшее. Вячеслав Франк дал поручение главе администрации индустриального района и городскому комитету по архитектуре проработать вопрос с земельным участком под строительство нового центра. Сроки его возведения пока уточняются. Мария Мацава, День с толком. В Алтайском крае продолжается голосование за лучшую территорию для благоустройства. О том, где можно проголосовать и какой объект сейчас лидирует в опросе по Барнаулу, об этом расскажем в следующем сюжете. Здравствуйте. Не хотите ли вы проголосовать за... Ой, это восхитительно. Нам нужно будет проделать номер телефона. Жители с полуслова понимают, о чем идет речь, когда к ним подходят волонтеры. Идет голосование за общественные территории, которые по национальному проекту «Жилье и городская среда» благоустроят в 2024 году. От Барнаула в голосовании участвует 37 объектов. Отдать свой голос за понравившуюся территорию можно как офлайн, так и онлайн. Голосование идут вообще во всех местах. Например, даже проходило в нашем колледже. Мы заходили в класс, также всех опрашивали учеников, обучающихся. Проходило в школах, на простых улицах, парках. Больше всего голосов барнаульцев на данный момент набрал Сиреневый бульвар в индустриальном районе. За него проголосовало уже более трех тысяч человек. А недавно 30 горожан навели на аллее порядок. Муниципальные служащие администрации района, сотрудники частного медицинского центра и поликлиники номер 14 убирали мусор, очищали бульвар от прошлогодней листвы. Инициаторами благоустройства этой территории стали именно медработники. На данный момент, конечно, достраивается новый корпус поликлиники, но мы планируем остаться в этих корпусах, соответственно, провести здесь капитальный ремонт. Ну, к примеру, Павловский тракт 281, а здесь планируется организовать центр медицинской профилактики. Ну и на данный момент данная территория Сиреневого бульвара к ней примыкает три наших корпуса. Голосование по выбору общественных территорий продлится до 31 мая. Если Сиреневый бульвар наберет наибольшее число голосов барнаульцев, его ждут серьезные преобразования в плане благоустройства в следующем году. Данил Кузнецов, День с толком. Более 9 тысяч саженцев сосны высадили сотрудники Рубцовского завода запасных частей на территории Левяжинского лесхоза в Егоревском районе. Так они поддержали экологическую акцию «Сад памяти», которая проходит в эти дни по всей России. Подробности в сюжете. Один дырки делает, второй закладывает. Обязательно придавливайте. Как в любом деле, сначала инструктаж. Высадка деревьев тоже требует определенных правил. Тем более, когда приходится использовать специнструмент. К тому же, не каждый из почти сотни сотрудников Рубцовского завода, пожелавших принять участие в акции «Сад памяти», знает, что между деревьями при посадке должно быть расстояние не меньше трех метров. У нас ленточный бор. Все-таки это легкий, ялтайского края. Надо восстанавливать, чтобы край дышал. Подсаженцы сосны в Левяжинском лесхозе заводу «Алмаз» выделили почти 9 тысяч гектаров земли. Посадочный материал предоставил Бобровский семеноводческий центр. Кстати, по словам специалистов, сейчас самое благоприятное время для посадки деревьев. Сейчас весна, осень, в принципе. Земля влажная, песочек у нас влажненький. Сейчас будет дождик, если еще майский, вообще хорошо будет, отлично. То есть, приживаемость практически, говорю, 80-90% здесь посадочным материалом, этим закрытым корневой системой. Единой командой сотрудники предприятия давно поддерживают экологические акции региона «Сад памяти» не исключение. Это всероссийская акция, направленная на озеленение лесов, пострадавших после пожара и различных катаклизм. Мы должны сохранить природу в том состоянии, в котором она была. Наши сотрудники с удовольствием откликнулись на данную акцию и приняли участие в лесозасадке данных площадей. На сегодняшний момент выбрасывается очень много углекислого газа, а лес – это кислород, все для жителей, чтобы мы дышали хорошим воздухом. Высаживать деревья в некогда выжженную после пожара землю – не просто доброе дело. Акция проходит накануне 9 мая в памяти погибших в Великой Отечественной. Такие акции, как «Сад памяти», они обязательно нужны для нашего народа. Они объединяют, именно они нужны для того, чтобы сплотить нас как государство. Сегодня мы высадили 9 тысяч деревьев. Я думаю, что наши потомки будут гордиться нами и последуют нашему примеру. Я думаю, что наши потомки, лично я, смогу когда-нибудь привезти своих детей, внуков, показать, что это высадили мы. И они, я думаю, будут гордиться этим. Как признались сотрудники завода, опыт по высаживанию деревьев нельзя назвать простым. Но после того, как они приняли участие в столь масштабной экологической акции, высаживая сосны по всем правилам, любое дело им по плечу. Да и коллектив будет еще более сплоченным и дружным. Татьяна Голубева, День с толком. 30 школьников выиграли 200 тысяч рублей на региональном киберспортивном турнире. Соревнования, в которых очень важно выстроить правильную стратегию, длились полмесяца. Все это время на виртуальной арене в двух дисциплинах «Дота» и «Контерстрайк» сражались с 55 команд. Кому достался главный приз компьютерных батарей. А также расскажем о новых планах школьной киберспортивной лиги Алтайского края. Сосредоточенность, анализ и одновременно азарт. Это не сразу заметно обывателям, но очевидно для профессиональных геймеров. На состязаниях первой школьной киберспортивной лиги края баталии огонь. И еще бы, конкуренция серьезная. За звание лучших киберспортсменов борются 55 команд или почти три сотни подростков. За их стратегией в «Доте» и «Контерстрайке» с первых игр наблюдало столько зрителей, что не выдерживало даже специальное московское оборудование. В последний момент мне позвонил администратор и сказал, что у них сервера не выдерживает, не получается по мощностям еще и даже зрителей оставить. Потому что их было много, зрителей, по-моему, на первых трансляциях собиралось около 300-400 человек. Ну и в дальнейшем они были вынуждены выключить режим наблюдателя. Киберспорт, говорят организаторы турнира, отнюдь не баловство и пустая трата времени. Он развивает аналитические способности, реакцию, коммуникативные навыки. И это признано в России. Семь лет назад киберсостязания официально стали спортом. Развитию этого направления, в том числе и в нашем регионе, особое внимание уделяет депутат Госдумы Александр Прокопьев. Он поддерживает развитие киберспорта и поддержал инициативу руководства Кванториума, провести первые региональные соревнования школьной киберспортивной лиги. И отметил, что это отличный шанс молодым людям проверить свои силы и хорошо подготовиться к официальной всероссийской школьной лиге, которая каждый год стартует осенью. Секрет победы? Ну, мы все друзья и хорошо друг друга знаем. То есть сплоченность команды, действия скоординированы максимально точно друг с другом. То есть некоторые команды страдали из-за того, что мало скоординированы, действовали не общим планом. Но у нас все было продумано заранее. Команда Антона уже второй раз побеждает в дисциплине ДОТа. И тогда, и сейчас ребят ждал приятный бонус. Команда победитель получает 50 тысяч рублей, команда, занявшая второе место 30 тысяч рублей, третье место 20 тысяч рублей. Поэтому это очень достойное финансовое вспоможение, которое позволяет понять то, что подростки, школьники занимаются интересным бизнес-делом. Призовой фонд, предоставленный депутатом Прокопьевым, призеры решили использовать для своего развития. На выигранные деньги купят различные девайсы, то есть комплектующие, которые позволят усовершенствовать компьютеры и в конечном итоге улучшить киберспортивные навыки. После 9 мая на ваши счета, которые вы предоставите, перечислены определенную сумму рублей, которые заявлены на вас. Поздравляю. Планы на развитие есть и у организаторов кибертурниров. Одно из направлений, которые хотят включить в список дисциплин на играх – спортивное программирование. Идет работа, чтобы выбрать площадку для совмещения КСГО и Лазертага. То есть мы сейчас прорабатываем площадку, которая позволит совместить данные направления. Плюс, соответственно, по доте это совмещение через ГТО. Иными словами, на состязаниях будут чередоваться игры за компьютером и реальные физические упражнения. Спорт виртуальный и реальный. Именно за такими фиджитал направлениями будущее, уверены эксперты. Возможно, победители сегодняшних соревнований попадут в число участников общероссийского фиджитал-турнира, который пройдет в Казани в начале следующего года. Данил Кузнецов, Александр Антропов. День с толком. 20 тысяч рублей за семейное счастье. В Госдуме разрабатывают законопроект о выплатах за продолжительный брак. Один из депутатов предложил каждые пять лет выплачивать по 20 тысяч рублей каждому супругу, при условии, что люди находятся в браке более 20 лет. Как к этому отнеслись барнаульцы, узнавала наша съемочная группа. Ну, я считаю, что это смешная надбавка. Ну, что такое 20 тысяч за пять лет? Я считаю, что уж если поощрять это дело, то надо это делать как-то более солидно, понимаете. А что такое 20 тысяч за пять лет? А солидно, насколько солидно? Ну, хотя бы там тысяч по 50, по 100. Помощь государству – это прекрасно, это очень хорошо. Надеюсь, что его одобрят. Я считаю, что все индивидуально. На самом деле иногда бывает так, что лучше, чтобы развелись родители, например, чтобы дети не видели каких-то ссор. А именно денежная подоплека, она будет именно сдерживать этот фактор развода. И не всегда это положительно, то есть неоднозначно. Я не думаю, что это будет стимулировать людей терпеть друг друга на протяжении 20 лет ради 20 тысяч рублей. С учетом инфляции даже ежегодной, то есть я не думаю, что это удержит кого-то. Если дети не держат людей в браке, то 20 тысяч рублей точно. Мы живем, слава богу, почти 40 лет. Так что это нам, конечно, к пенсии надбавка будет. Молодцы. В некоторых семьях не хватает денег. Кто-то там, кто-то может встретить того, кто будет обеспечивать. Но вообще-то, конечно, вот этот законопроект будет, думаю, работать очень хорошо. И всем понравится. Там телевизоры вечно черно-белые, магнитофоны жуют кассеты, а за стеклом детские машинки эпохи Сталина стоимостью в десятки тысяч рублей. Барнаульский клуб-музей коллекционеров собрал самые занимательные экспонаты эпохи Советского Союза. И в планах его владельца продолжать расширяться. Наша съемочная группа отправилась за ностальгией в отдел советской игрушки. Смотрим и вспоминаем. Пожалуй, здесь воплотилась мечта любого советского ребенка. Игрушки, коллекционные машинки, елочные украшения, фильмоскопы с мультиками, детский педальный транспорт, «Волга» и «Москвич». Маленькие советские ребятишки катались на таких машинках? Да, катались. Так это же не каждая семья, наверное, могла себе позволить такую машинку. Они же дорогой, чтобы были. Это редкость, допустим, на один двор, один-два автомобиля было. То есть по очереди катались. Константин Филатов – организатор и идейный вдохновитель клуба-музея коллекционеров. Он привлек к участию единомышленников. По Барнаулу сейчас несколько точек. Мы находимся в музее детства на Ленина, 107. Есть еще музей телерадиотехники на Калинина, 10. К открытию готовится филиал на Партизанской, 81, куда перенесут предметы советского быта. Все вместе почти 10 тысяч экспонатов. Я познакомился около пяти лет назад с Андреем Минкиным, коллекционер телерадиотехники. Его коллекция самая большая в России. Минкин хотел распродать данную коллекцию, так как не было площадей для ее экспонирования. И я не хотел, чтобы она утрачена была. То есть она бы утратилась и для России. В связи с этим приобрел помещение. По словам Константина, немногие понимают, что в шкафах наших бабушек и дедушек возможно хранится ценный раритет. Зачастую старые предметы быта просто отдают на запчасти или выбрасывают. А сами коллекционеры не всегда могут собирать габаритные экспонаты. Поэтому новая площадка для музея – возможность сохранить как можно больше реликвий крупного размера. И может статься, что через, я так предполагаю, максимум пять лет, мы просто не увидим ни телевизора советского, ни одного конкретно в городе Барнаул, ну кроме музея, ни стиральные машинки, ни пылесоса. Кстати, есть среди таких вещей находки, которые до сих пор продолжают работать. Отечественный рынок выпускал товары и электронику, что называется, без запланированного устаревания. В советское время даже детские игрушки были серьезными. С малых лет ребятишек приучали к труду. Здесь мы можем видеть настоящую рабочую маленькую швейную машинку. Там есть иголка, куда можно вставить нитку, и все довольно-таки в рабочем состоянии. Но самое милое – это вот такая маленькая детская мясорубка. И говорят, в ней даже можно прокручивать мясо. С разрешения в музее можно во все поиграть, а какие-то вещи купить или обменять. Но все же главная функция музея, рассказывает его владелец, отразить ценность инженерной и художественной мысли прошлого и привлечь внимание современной молодежи к истории. Так что место станет интересной находкой для всех поколений – от миллениалов до зумеров. Мария Мацав, Александр Антропов. День с толком. А между тем, пока мы готовили материал про клуб-музей коллекционеров, в одном из его филиалов случился неприятный инцидент. У входа в музей на Ленина 107 малолетние вандалы пытались отломить барабанную палочку скульптуры «Пионерка». А кто-то из школьников и вовсе умудрился плюнуть пионерке в лицо. Владелец музея рассказывает, что такие инциденты – не редкость. Фигуру постоянно приходится реставрировать. К слову, таких скульптур пионеров в городе всего две – на Ленина и на Матросова у Музея времени. А сохранить зачем нужно, да, эту пионерку, да, и тех пионеров? Чтобы дети наглядно, наши дети, чтобы видели наглядно, как проходило советское детство, что такое пионерия, то есть как пионеры выглядели. У меня на этом все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова